Жил в большом городе, в северном районе. Больше чего не запомнился летние времена года. Летом не было школы, было много времени свободного. Любил просто гулять. На кармане был всегда полтинник, там сотка какая-нибудь. Даже сотка это много. Полтинник был и уже все хорошо. Можно было сходить в компы, купить семечек, мороженое, если это лето. Любил строить шалаши, лазить по деревьям. Я абсолютно весь день проводил на улице со своими друзьями. Ни о чем не думали, просто гуляли и все было по кайфу. Где-то до 13 лет так прошло. После 13 лет уже другие интересы, другие занятия. Шалаши уже остались в прошлом и где-то примерно в 13-14 познакомился с граффити. Ездили с родителями разных городов к родственникам. Я даже не помню каждый раз, когда ездил на поезде, куда-то видел стенки и нарисованным у них был граффити. Меня всегда это цепляло, всегда было интересно, но сам я как-то не приступал к этому, не начинал. И вот где-то в 13-14-15 как раз я и начал этим увлекаться после того, как ко мне в класс пришел ученик один. Он с Питера приехал и вот он подтолкнул на этот интерес, на это дело. Вот где-то с этого возраста начал как-то рисовать. Семья у меня полноценная. Есть брат, сестра, мама, папа. Родители никогда не выпивали, никогда не показывали плохой пример. Семья у нас в принципе спортивная. Как отец, так и мама. И никогда не запрещали делать то, что я хотел. Всегда как бы забыли. Не учили меня там чему-то. Не ставили жирную точку, что надо именно вот это так делать. Как бы давали выбрать самому. Все нормально в семье. Все живы, все здоровы. В свое время отец у меня занимался профессиональным спортом и как бы после этого пошел по его стопам, можно сказать. В 5 лет он отдал меня на гимнастику. В 5 лет я там прозанимался. Это было подготовительное время к основному спорту, который называется вольная борьба. Вот в 10 лет как бы туда пришел и потихоньку, 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 маленькими шажками. И вот до сих пор шагаю этими маленькими шажками. Будут уже 23-13 лет уже там, в теме. От спорта хочется в первую очередь иметь здоровое тело, чтобы все было в порядке со здоровьем. Это в первую очередь. На второе место можно поставить. Да хуй знает, что я вообще хочу от этого спорта. Просто занимаюсь, пока иду потихонечку, постепенно. Каким-то целям фристайл. Я не знаю, что будет через год-два. Может быть, резко мне все это заебет и я просто начну рисовать холсты или делать оформухи. Уйду в творчество. Может быть и такое. Но пока я как бы занимаюсь спортом и это вообще основная деятельность на первом месте стоит. Хочу быть как бы лидером, чтобы это кормило, приносило плоды. Благодаря спорту я посетил немало городов. Практически все города центральной России, несколько городов Сибири. Все города примерно такие же, как и мой родной город Воронеж. Такие же улицы, такие же серые дома, такая же погода. Особо разницы не заметил никакой. С людьми я мало контактировал, поскольку приезжал на два-три дня соревнований и все как бы. Не могу про людей ничего сказать. Спорт меня, можно сказать, уберег от всего плохого то, что происходит на улице. Он занимал мое время и у меня всегда было что-то делать. Не страдал от безделья, как в детстве, так и сейчас. И из-за этого не было никаких мыслей там, чем был бороться, а делать нехуй. Отец всегда говорил, спорт это святое. Занимайся, не думай ни о чем, просто занимайся. Поскольку в граффити я пришел сам, и я сам начал это все развивать, все узнавать, читать, пробовать. И как бы это лично мой интерес к этому делу. Каждый раз, когда я рисую скетчи или выхожу на улицу рисую, я прям кайфую от жизни. Мне очень нравится это делать. У меня не ломаются руки, пальцы от этого увлечения. У меня здоровье вообще никак не ухудшается от этого. Каждый раз, когда нечего делать или там какая-то полоса в жизни неудач, ты можешь всегда сесть, порисовать наедине с собой и кайфануть с этого. А больше кайфануть, когда выйдет на результате уже какая-то готовая работа. Ты прям кайфуешь с этого, видишь и думаешь, какой ты молодец. Все не зря. Наверное, и вот это держит меня. Я могу увидеть то, что я сделал, кто-то респекнет. Это от этого еще больше эмоций. Наверное, это и будет цеплять всю жизнь. Когда я начинал рисовать граффити, первые рисунки у меня были, как у всех, обычные. Ни на какой возвышенности, просто кусок во дворе. Когда их закрашивали через неделю или через месяц, да даже через полгода, когда его закрашивали, я очень нервничал, мне это очень не нравилось. Я прям, можно сказать, психовал. И выход из ситуации я, в принципе, нашел сразу. Я просто начал делать немножечко выше, то есть залезать на руфтопы. На этом и зациклился, так скажем. Какая-то принципиальная была тема сделать выше, чтобы не закрасили. Даже если кусок говнястый получится, я лучше сам потом переделаю, что, в принципе, такое было. Но чтобы он оставался живым. Рабочая схема. Это классно, когда ты уезжаешь из города на три месяца, на полгода. Приезжаешь, куски все твои висят. Это вообще кайф. Ты прям вообще кайфуешь с этим. Хотел бы ли я себя поменять как-то? Даже не знаю. Каждый день, по сути, идет. Ты что-то меняешь себе, развиваешься. И это и есть то, что меняет тебя. Свой город я люблю, наверное, потому что там есть близкие люди. Это как семья и друзья. Все остальное обычное. Обычный город, обычное все. Если в другом городе у меня будут друзья и близкие люди, для меня не будет разницы, где находиться. Мысли о смерти меня никогда не посвящали. Много задавалось вопросов, но я сразу рубил этот вопрос, не отвечая на меня никак. Потому что никаких мыслей абсолютно к этому нет. И если даже есть люди, которые думают об этом, уйти из жизни, покончить с собой, с самоубийством, то, наверное, слабые люди какие-то, которые не знают, как жить, без жизни какую-то проблему делают. Какие-то сложности все в голове выстраивают и не могут с этим жить. Слабые люди. Хотелось бы, чтобы все люди жили счастливо. Хотелось бы сказать, чтобы все развивались, умели слушать друг друга. Никто никому не завидовал. Заниматься здоровьем, спортом и стараться делать хорошие поступки. Где-то все возвращается.